В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанные с этим работы по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовой и Полевой в рамках разработки стартового котлована готовность свай составляет более 60%. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. До пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской на завершающую стадию выходит закольцовка водовода. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса и потому его пришлось перенести. Кроме того, в ближайшее время на повороте с улицы Красноармейской на Галактионовскую переустроят трамвайные линии. Специалисты должны сделать это с 1 по 12 февраля. В конце прошлой недели материалы уже доставили. В настоящее время рабочие изгибают рельсы под нужные радиусы. При этом трамваи продолжат курсировать по старому полотну, а стыковку имеющихся и новых рельсов будут делать только ночью. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети, ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Но и в этот период, несмотря на значительный объем предстоящих работ, трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт поедет по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомним, что после возведения первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов сократится до 7-8 минут. Меня непосредственно строительство метро касается напрямую. Во-первых, мой офис находится рядом, прям с площадью Куйбышева. Очень рады и очень ждем, потому что это очень удобно. Отсюда будет добираться, например, до любых окраин. В том числе я живу на станции метро, поэтому лично я жду с нетерпением, так как это будет суперудобно и супербыстро. Поэтому я считаю, что строительство метро для нашего города, в котором живет более миллиона жителей, это просто необходимый этап в развитии.